Ну так вот, сегодня мы с вами начинаем рассматривать серверную разработку, в частности язык PHP. Сразу хочется с вами поговорить о том, во-первых, что вам для этого понадобится, что у вас должно быть установлено, какие средства, собственно, вы должны использовать. И второе это о том, как в принципе происходит взаимодействие с сервером, как выполняется PHP скрипт. Ну для начала, то есть минимально необходимый комплект звучит так, Apache MySQL PHP. То есть, что это такое, зачем оно нам надо. Apache, собственно, является сервером, который умеет выполнять, собственно, во-первых, PHP скрипты при условии наличия PHP модуля. Во-вторых, он умеет нам отдавать данные и получать запросы. MySQL это наша база данных, ну и PHP модуль для поддержки языка PHP в сервере Apache. Это минимальный комплект. Но чаще всего эти три вещи не устанавливают раздельно. Обычно пользуются готовыми решениями. Да, немножко устаревшая презентация, надо будет чуть-чуть поменять. Ну, я вам скажу словами. Какие, почему рекомендую, так сказать. XAMPP самое простое решение в плане установки, в плане взаимодействия с ним. Всего одна папка, в которой хранятся серверные файлы. Минимум заморочек, максимум отдачи, будем говорить так. LAMP то же самое, только под Linux. То есть XAMPP это под Windows, LAMP это под Linux. Denver не надо использовать, он устарел. Надо его отсюда будет убрать из этой презентации, все руки не доходят. Observe. Это минимальное решение. XAMPP нам предоставляет окошечко, в котором мы можем включить, выключить, настроить, перейти к файлам конфигурации и так далее хотя бы. Observe настолько минимален, что у него из консоли происходит запуск, остановка сервера даже. То есть, самый-самый минимум, просто голый Apache на SQL PHP, просто поставляемый одним комплектом. Все, ничего лишнего в нем больше нет. И есть современная альтернатива Denver, то есть более новое решение, которое действительно заслуживает внимания. Так называемый OpenServer. OpenServer настоятельно рекомендую к использованию. Во-первых, он позволяет вам выбирать версию того, с чем вы работаете. То есть, вы можете выбрать версию PHP, версию MySQL, версию самого XAMPP, который там работает. Предоставляет графический интерфейс настройки, включая виртуальные хосты. Что это такое, еще поговорим. Предоставляет вам очень удобную консоль для взаимодействия с различными пакетами. То есть, фактически, OpenServer является полнофункциональным готовым решением, которое вы поставите и забудете про все проблемы. Понятна концепция? Поэтому рекомендую именно его. Под macOS тоже есть аналог. Аналог OpenServer называется он MAMP. То есть, вернее, если бы точно, то MAMP PRO. Потому что просто MAMP он аналог XAMPP, по большому счету. Просто запустить и остановить. А нормальной настройки в нем нет. Что ставить, выбирать вам. Разницы особой в плане написания кода у вас не будет. Фактически, никакой. Если вы поставите последние версии, вы в любом случае будете поддерживать последнюю версию синтакса языка. Ну, так вот. Классически, как мы взаимодействуем с сервером, когда пишем сугубо фронт-энд. Взаимодействие проходит следующим образом. Пользователь вводит в адресной строке какой-нибудь адрес сайта, например. В этот момент браузер осуществляет запрос на сервер. Сервер отыскивает соответствующий файл и отдает его целиком, без всяких изменений, пользователю обратно. Пользователь может делать запросы, но все так же будет получать у нас статические файлы. Конечно, это имеет ряд недостатков. Во-первых, мы не можем динамически изменять данные. Мы данные должны изменять непосредственно в коде, вручную. И это, во-первых, негибко. Во-вторых, что второй недостаток? Второй недостаток – мы не можем взаимодействовать с пользователем. То есть, пользователь может что-то делать в пределах страницы, но мы не можем сохранить информацию о том, что он делает, на стороне сервера, потому что сервер ничего не делает. Так, просто отдает файл. Естественно, эту проблему нужно решать. Языком первым, который решает эту проблему, как раз является язык PHP. Язык PHP позволяет вам, после того, как вы выполняете запрос и найдете нужный файл, выполнить набор заданных действий, описанных в этом файле, и только потом отдать сформированный ответ. Обратите внимание на важный момент. PHP работает на сервере, а значит, пользователь, конечный, получает ответ в сформированном виде. То есть, он не может обрабатывать нажатие на кнопку. Он не может обрабатывать движение мыши. Ему это и не нужно. Это не его сфера деятельности. Он формирует ответ, который будет получен самим клиентом. Вот этот момент сейчас понятен? Он работает типа IPA. Еще раз. Кнопка Submit, это другая история. Ее отправляет сам браузер. И он переходит на другой адрес при этом. Обратите внимание. То есть, когда нажали Submit, то что-то произошло? Отправился get-запрос, в частности, или post-запрос. Он как библиотекарь. Ему приходишь, говоришь, дай мне ту книжку. Он дает книжку и все. Нет, он не совсем как библиотекарь. Допустим, вы приходите в кафе. Вы говорите повару, приготовь мне, пожалуйста, вот это. И вам приносят уже готовое. То есть, он не позволяет вам взаимодействовать с рецептом, как это готовится снаружи. То есть, браузер не взаимодействует с ним напрямую. Он говорит, дай мне вот это. Он что-то делает, чтобы это добыть, сформировать и отдать в нужном виде. И подает готовое блюдо в виде ответа. Понятно? То есть, PHP обрабатывает AI-запросы, да? PHP обрабатывает не только AI-запросы. Любые запросы. То есть, когда мы открываем страницу, мы уже посылаем запрос. Нужно это помнить. Это ГЭТ-запрос. Минимальный. То есть, любой ответ от сервера является ответом на запрос пользователя. Даже пустая HTML-страница. Ну так вот. Да, давайте еще на этот слайд внимательно посмотрим. Посмотрим, в частности, на вот этот вот красный выделенный фрагментик, да? То есть, где пишется PHP, сам код? Он пишется в специальных разрывах, именуемых серверными тегами. Выглядит он следующим образом. Знак вопроса PHP. Следует PHP-код. Знак вопроса. PHP-код закончился. А в данном случае, это код, который нам проверяет, если пользователь авторизован, вывести hello и имя пользователя в эту точку. Это стандартная функция? Да, если бы. Размечтались. Такого стандартного нет, конечно. Такое нужно реализовывать. Это просто буквально фрагмент, который я вырвал из... А где этот фрагмент стоит? Это что, в HTML-странице? Не путайте HTML-странице и PHP-странице. Да. То есть, это на стороне сервера? Еще раз. Индекс PHP. Да. Индекс HTML у нас не нато. Мы забываем про .html, когда мы работаем с PHP. И расширение у нас меняется на .php. Вот такой вот момент. PHP-файл поддерживает весь HTML-синтаксис. То есть, это тот же самый HTML, но дополненный вот такими вот серверными вставками. И куда эти вставки вниз, в конец? Все покажу. То есть, они могут, теоретически, они могут находиться в любой точке. Их может быть сколько угодно. Но только в Windows PHP. Нет, в любом PHP. Почему вы не внести просто в отдельный файл? Нет. В Windows PHP. Вы сейчас ошибаетесь. Вы все увидите. Он работает совсем по-другому. То есть, я еще раз говорю. Он со HTML-ом не взаимодействует. Он не знает, что такое блог, что такое ссылка. Ему плевать. Для него это все текст. Вот такая вот концепция. Он формирует текст ответа. Вот так звучит его работа. Его задача думать о получении данных и формировать их в нужный вид. Это браузер уже понимает. А это уже браузер понимает, что такое тег и как его отобразить. Ставим. Ну так вот, серверные теги. Ну вообще, бывают четырех видов. Но четвертый уже совсем устарел. Поэтому я его вообще сюда не включаю. Первый вид. Это классический PHP-шный серверный тег. Рекомендую всегда использовать его. Так как он поддерживается в 100% случаев работы PHP-сервера. Второй short-open-tech. Короткий открывающий тег. Работает только в том случае, если на сервере включена одноименная настройка. Так и называется short-open-tech настройка. Она может быть в состоянии включена-выключена. Для этого конфигурационный файл Apache нужно редактировать. Естественно, на серверах, которые мы берем на хостинге, в большинстве своем нет доступа к этим файлам. Поэтому, как отредактировал хозяин хостинга, так и работает. И это может быть есть, а может быть и нет. То есть, вероятность ровно 50%. В общем, пишем сюда первое. Да, рекомендую вот это. Вот это еще более экзотический вариант. Серверный тег в стиле ASP.NET и Java. Позволяет использовать, соответственно, знак процента вместо знака вопроса. То есть, тоже похож на short-open-tech. Он включен вообще в очень редких случаях. Фактически на всех хостингах он по умолчанию является выключенным. Кстати, обращаю ваше внимание, если вы используете будет XAMP, как здесь. В нем и short-open-tech выключен. То есть, в нем включен только один единственный. Просто я вам показываю, какие есть, чтобы вы об этом знали, чтобы не наткнулись на проблему. В общем случае, серверные теги разделяют на две группы. Это лишь первая группа. Эту группу, обычно в Java ее так принято называть, скриплеты. То есть, та часть, которая описывает выполняемый код. Есть еще часть, которая позволяет нам описывать выводимую информацию. Об этом дальше я покажу после директив вывода. Итак, самые базовые моменты, самые-самые, о которых вам хочется чуть-чуть рассказать. Ну, комментарии, я думаю, понятны, для чего они надо. Пишутся они в том же стиле, что в языке C, в том же стиле, что в языке JavaScript. Ну, то есть, C-шный стиль комментарий называется. Ничего нового в них, я думаю, для вас нет. Правильно? Дальше. Переменные. Как видите, я специально здесь подсветил ключевые моменты красным цветом. Все имена переменных в PHP, без исключения, начинаются с символа доллара, после которого следует имя переменной. Переменная считается объявленной тогда, когда ей присвоено ее первое значение. То есть, переменные мы не объявляем в принципе. Мы сразу присваиваем именную значение. Нет, ключевого слова, как var, например, как в JavaScript, здесь нет. Просто имя переменной равно значение, мы объявили переменную. Понятно, да? Директивы echo и print. Это самые простые директивы вывода, которые только есть. Они просто берут и выводят данную переменную в данную точку. Там, где выполняется этот скрипт. Прямо в HTML, как будто бы это текст. То есть, для него это все текст ответа будет. Включая то, что находится между PHP-шными тегами. Echo и print просто выводят какой-то кусочек информации в эту точку. Любую. Но выводят они как? Они выводят либо число, либо строку. Больше ничего они выводить в принципе не могут. То есть, они нам не могут вывести объект или массив. Нужно понимать. Сроба и пиздерированный? Относительно. Ипдерированный. Сейчас поймите. Будем говорить о функциях на PHP и сразу поймете, в чем подвох. Я сразу говорю вам о том, что я говорю о седьмом стандарте PHP. То есть, в пятом стандарте, кстати, обратите внимание, шестого не существует. Как сложилось. Сложилось очень интересным образом. Разработчики PHP пообещали, что шестой стандарт будет на 100% поддерживать работу с Unicode. Поддержку они так и не сделали, поэтому вышла седьмая версия. Вот такой вот момент забавный получился, да? То есть, они как бы не обманули. Не забудьте про шестую, да? Вот вам седьмая. Да, они никого не обманули. Шестая версия поддерживает Unicode, только шестой версии не существует. Да, вот такая ситуация. Ну так вот. Директивы Vardump и Printer. Это более глубокие директивы вывода. Они применяются в первую очередь для отладки. Они не применяются для того, чтобы пользователю что-то вывести. Дело состоит в чем? В JavaScript у вас основным инструментом отладки является консоль. Правильно? Естественно, в PHP никакой консоли и быть не может, так как браузер получает уже сформированный ответ. Правильно? И поэтому нам бывает необходимо вывести тот же самый массив на экран пользователя или тот же самый объект. Ну так вот. Директивы Vardump умеют выводить что угодно, включая информацию и размер значения. То есть, и тип, и размер значения. Нет, не правильно сказал. Включая тип и размер значения. А выводит куда-то, с контрактером? Прямо в текст ответа. То есть, мы увидим его как часть HTML-кода, например. И, соответственно, Printer служит для вывода массивов. Более лаконичен, чем Vardump в своем форме вывода. То есть, Vardump там говорит, например, что это интеджер 11 бит. Ну, 11 знаков, если хотите, можете сказать. И этот самый... Сказал я забыл. Хотел сказать, я забыл. И, собственно, само значение. Принтер выведет просто, что само значение. Но, допустим, если это массив, он выведет там элемент, стрелочка, индекс, стрелочка, значение. Просто, чтобы мы могли удобно посмотреть. И еще одна директива. Директива, которая выводит сразу всю информацию о настройках сервера в виде готовой сформированной страницы. Это директива PHP-инфо. То есть, она берет и вываливает всю информацию о настройках PHP сразу в виде готового HTML-документа. Понятно? Ну, я покажу. То есть, обязательно на это посмотрим. А чем отличается Vardump и Printer? А я же только что сказал. То есть, Vardump выводит, включая тип данных, размер значения. А Printer выводит само значение. Но любое. То есть, они оба могут вывести массивы объектов. Там больше информации. Да, в Vardump больше информации. Принтер чуть попроще. У Echo есть короткая форма. То, что я говорил. То есть, еще один вариант серверного тега. Предназначенный специально для вывода. Является короткой формой директивы Echo. То есть, вы просто можете взять и вывести какую-то переменную в нужную точку. При этом не писать знак вопроса PHP, Echo, имя переменной, точка запятой, знак вопроса закрыть. А просто знак вопроса равно. И это все понятно. Это все понимаем. Это классическая форма, поддерживаемая любым, собственно говоря, сервером. Попрошу обратить внимание. Вот здесь точки с запятой нет. Это именно в этой форме записи. Потому что здесь пишется либо значение, либо выражение, либо имя переменной. Не больше, не меньше. Но классический синтаксис языка PHP нас заставляет не то, что по желанию, хотим ставим, хотим нет. Он нас обязывает поставить точку с запятой. Не поставили точку с запятой, получили фатал-ерро. А, ну несколько штук можно таких сделать. Или же можно использовать Echo, если вам нужно. То есть это просто короткая форма, чтобы не писать, не разрывать какого-то HTML, не вставлять большой PHP фрагмент с Echo, который будет занимать большее значительное место. В одну, в вторых, мы вот так красно написали. Очень удобно. Константы. Что такое константы? Константы это переменные, грубо говоря, значения которых менять нельзя. В отличие от переменных, в PHP константы не обязаны начинаться с символа доу. Объявить константу в PHP сейчас можно двумя способами. Первый способ существует, будем говорить так, издавно, с рождения PHP. Это способ с использованием функции Define. Через запятую мы указываем имя константы в строковом виде, как строку, обратите внимание, в кавычках, да? И ее значение. Можно указать любое значение, даже выражение какое-либо. Или с помощью директивы const. Вот таким вот образом const name равно value. Вот это уже нас не интересует, потому что, видите, доп.HP7, поэтому мы можем даже на эту оговорку не смотреть сейчас. То есть, тут понятно? Концепция. Либо так, либо вот так. Можно сейчас const, да? Да, сейчас можно использовать const. Для удаления константы используют директиву ondef. Из памяти удаляется или очищается? Просто ее больше нет. Константа немножко другая характеристика имеет. Она не хранится в памяти переменная. Она хранится в коде. То есть, она хранится в памяти программы. Просто мы указываем ondef, что с этой точки программы эта константа не действует. Не действует или удаляется? Вы не можете удалить ее из кода физически. Она не загружается в память. Константы в память не загружаются. Вот это крайне редкая процедура. А вот это популярная вещь. Define it or die. Значит, смотрите, что эта строка делает? Так, объявлена или умри. Дословно с английского, да? То есть, если эта константа не объявлена, имя которой здесь указано, скрипт прекращает свое выполнение и выдает вот это сообщение, которое указано здесь. Это нужно, очень часто бывает на самом деле в PHP, для того, чтобы ограничить доступ к некоторым скриптам. То есть, бывает, ну, в JavaScript вы такого не делали, когда один скрипт подгружает другой, да? И вот в PHP бывает задача. Нужно создать скрипт, который нельзя выполнить самостоятельно. Он, если выполнить его самостоятельно, либо приведет к ошибке, либо еще чего-то, да? Вот в таких скриптах обычно используют директиву define it or die. В самом начале скрипта. То есть, идет проверка, объявлена ли константа. Она объявлена во внешнем скрипте обычно. Так? Если она не объявлена, скрипт сразу же отключается. И обычно сообщение выглядит что-то в силе no direct access, нет прямого доступа. Понятно? То есть, больше не читается вообще фонд? Да. Да-да-да, прекратить выполнение точек. У нас скрипт в другом файле лежит? У нас может быть несколько файлов скриптов, они могут подгружать друг друга. Все увидите, то есть. Все пощупаете своими руками. Я думаю, вам это понравится во многом. Да, зря вы так думаете. Он не такой страшный, как кажется сейчас. Потому что сейчас мы просто еще с ним не работали. Он чувствует же страшный. Это, сейчас мы до этого дойдем. Мы пока приостановимся на этом слайде. И попробуем посмотреть вживую, как это работает. Значит, угадайте, что мы будем использовать, судя по рабочему столу, да? Мы будем использовать XAMPP. Причем, обратите внимание, здесь 5.7. Что это значит? Это XAMPP старой версии, в нем установлен PHP 5. А это XAMPP новой версии, в нем установлен PHP 7. Мы будем пользоваться вот этим. В чем преимущество разработки под сервер? Если на клиенте мы задумываемся о том, что же в браузере пользователя, да? Какой он возьмет в браузер? Да, да, да. То тут у нас проще. Мы говорим, я хочу разрабатывать на 7-м PHP, значит, я ищу сервер, который поддерживает 7-й PHP и не мучаюсь. Понятно? А большинство серверов обновляют версию очень часто, и поэтому всегда поддерживают последний синтаксис. Понятно? Это уже такой момент. Это просто песня в этом плане. Мы абсолютно не думаем о несовместимости. Там есть, конечно, пару нюансов, но они не такие, как в JavaScript, не настолько явно выраженные. Нюансы связаны с, допустим, недоставленными модулями в PHP. Но это только специфический синтаксис бывает тогда. Для классических задач, которые мы выполняем на серверах, такой проблемы никогда не возникает. Ну, в PHP бывает фреймворк. Конечно, еще какие. На PHP фреймворк это гораздо больше, чем фреймворк на JavaScript. И это очень бомбезные вещи, которые просто действительно облегчают вам работу. Настолько облегчают, что вы половину кода уже не пишете, даже не думаете об этом. При этом PHP достаточно гибок. То есть в основном PHP фреймворки позволяют нам писать так, как мы хотим. Не путать с CMS. CMS нам ничего не позволяет писать так, как мы хотим. CMS нас ставят в жесткие рамки, пишите так, как я придумал и все. И у нас вечно с ним куча проблем из-за этого. Фреймворк это очень гибкая система, где мы решаем, что мы делаем, но для этого используем огромный пакет готовых решений. Это очень удобно и просто вау. Если у нас будет хватать времени, я вам чуть-чуть покажу фреймворк, скорее всего, Laravel. Мне просто он больше всего нравится. Ну, если будет время, я же говорю, тут опять же такой момент двоякий. Будем смотреть, как вы будете схватывать материал PHP. Если будет схватывать материал быстро, то тогда мы успеем затронуть даже фреймворк. Но, в любом случае, я вам хочу показать паттерн MVC, модель вид контроля, как он правильно в нем реализуется. Потому что, как вы догадываетесь, он нужен везде. Не путать MVC на клиенте и на сервере, это немножко разные MVC. Но идея та же, разделение отдельно код, отдельно отображение. То, что вы спросили, кстати. Ну, и вы там и там покажете, на сервере. Не, ну, конечно. Ну, на клиенте мы к нему уже приблизились. Но, самый настоящий MVC мы будем рассматривать, по сути, на, в первую очередь, на Angular. Он идеально вам продемонстрирует, как должен выглядеть MVC. Конечно, там тоже свои недочеты, но до этого дойдем. Ладно. Ну, так вот. Я открыл XAMP и не сказал вам самое важное. Я нажал старт, свернул по привычке. У нас здесь есть несколько модулей, которые для него установлены здесь, как вы видите, да? Для XAMP в этой ситуации. Нас интересуют модули Apache и MySQL. Apache в себя включает и PHP. Именно их нужно было здесь запустить. Понятно? А файл ZILA, я так понимаю, он загружен на... FTP-сервер. Не, не, не. Вот это файл ZILA, это FTP-сервер. То есть, это если мы хотим, чтобы к нашему локальному серверу можно было подключиться по FTP. Меркурий не помню, что такое, честно. Никогда не пользовался. Тамкат, это сервер для Java. Нам он тоже сейчас не нужен. То есть, нам нужны вот эти первые два пункта. И то, на первых парах нам нужен один пункт. В дальнейшем потребуется MySQL. Вот я его запустил. Что теперь? Теперь нас интересует папка локального сервера. В случае XAMP, это CXAMP.HT.DOX. Любой документ, помещенный сюда, будет уже выполняться сервером. Поэтому я сразу PHP-сторм открою и в PHP-сторме открою эту папку. Понятно? Можно спросить, а я загрузила XAMP и у меня... Так, открылся PHP-сторм, открываем папку HT-DOX в нашем XAMP. Обратите внимание, у меня их тут два, поэтому я открываю седьмую. Открываем в текущем окне. Нас это прекрасно устраивает. Шторм открылся. И первым делом мы здесь создадим новый, угадайте, что файлик? PHP. А что не классик? В смысле классик? Класс. Там не классик, там класс. Здесь я сразу... Ну, давайте пока что я сделаю здесь первую простейшую директиву. И напишу здесь, как и положено начинать, echo hello world. Кстати, к слову, о директивах print и echo. Ведут себя не одинаково, просто в echo на одну букву меньше, поэтому как-то исторически сложилось, что PHP-стормные разработчики пишут echo. Не надо. Тут один момент. Если у нас нету HTML-кода после этого, можно не закрывать, если это финал. Теперь давайте зайдем сюда, посмотрим, что у нас будет. Я зайду на, давайте, 127.0.0.1 и вижу свой hello world. Давайте я нажму Ctrl-U, чтобы посмотреть текст ответа от сервера. Как видите, здесь никакой HTML-разметки сейчас нету, да? Просто hello world. Давайте эту ситуацию чуть-чуть поправим. Я уберу то, что здесь есть. Сделаем вот так. Это вам знакомо, да? А теперь вот здесь я напишу вот такую директиву. То есть тоже директива вывода, которая нам должна вывести hello world в эту точку. Как видите, вот полный текст ответа. В эту точку, где мы вывели что-то и вывелся hello world. Обратили на это внимание? Тут, кстати, тоже такой момент. Перенос строки сам после вот этой точки не будет. Лучше, если вы хотите, чтобы он был, сделать вот так вот явно. Тогда текст ответа будет уже сформирован вот так. Откройте без контру в соседней вкладке. Вы увидите hello world как и положено. Браузер ваш HTML же понимает, вы знаете. А если в B завернуть вот этот текст? Да, пожалуйста, пожалуйста. То есть это я за вывод говорю сейчас. Теперь давайте что мы сделаем. Я просто сразу буду приучать вас даже в процедурном стиле писать красиво. Я сверху буду писать PHP. А снизу буду только HTML с директивами вывода писать. Что я сделаю? Я здесь объявлю переменную текст, например, да? Вот таким вот образом. Просто пишу доллар текст. Это я объявил переменную текст. Скажу равно и равняется hello world точка с запятой. Обратите внимание. Вот здесь нужно закрывать, потому что иначе он не поймет, что дальше идет пешка. Сейчас я еще одну тонкость про этот момент расскажу. Но уже после того, как мы про операторы поговорим. Так. Текст. Вот это более правильный. То есть опять же в эту точку должен вывестись hello world. Правильно? Видно, да? Жильный. Значит он вывелся туда, куда надо, хотя задом выше. Опять же, если я посмотрю исходники, PHP кода я здесь не увижу. Это очень важный момент, который нужно прощупать. Самый важный момент, что PHP кода здесь нет и не будет. То есть код выполняется там, не здесь, не в браузере. Браузер получает уже готовый ответ. Как я уже сказал раньше, сервер, он у нас повар. Он приготовил и дал готовое блюдо. То есть он только аж темой будет клевым, да? Да. Ну и скрипт, если бы. Он может выбрать что угодно. За что мы в нем напишем. Что кроме PHP, да? Конечно, PHP выполнится там. В пиашне можно что-то зациклить. Ну давайте я вам простой пример приведу. И вы сейчас будете немножко, наверное, удивлены такой возможностью. Ну я думаю, ничего здесь нового я для вас не пишу, правильно? Ты каждый раз надо вот этот баг вписать. Перед переменной? Да. А я думал, только при выделении, а потом оно само понимает. Это особенно. Десять раз выведен текст. Да, вместе с термб. То есть я могу зациклить HTML. Вот к чему я говорю. Адвое толще, что это надо. Да. Это особенный синтакс. Сейчас мы к нему еще придем. Сегодня. Не переживайте. Просто я вам показываю такие базовые возможности. Друзья, а как это у вас будет? Еще раз я говорю. Почему вы сейчас будете вводить переменную? Начало как бы. Ну вообще PHP поддерживает два синтаксиса. Можно сделать вот так. Классический вариант. А еще я могу здесь вывести действительно переменную и. Рядом. И, например, после B вывести еще что? BR слэш. То есть то, что внутри этого цикла, даже если там какая-то разметка или неразметка. Да, да, да. То есть о чем это говорит на самом деле? PHP рассматривает все, что не находится внутри PHP, тега, да? Как просто содержимое директивы эхо. Не больше, не меньше. То есть для него все, что мы пишем вот это, вот это вот, это то же самое, что мы сделаем строку вот такую большую и напишем эхо перед ней. Понятно? Вот такой вот момент. Как это нужно воспринимать? Потому что это так и есть. И поэтому мы можем его и зациклить, и мы можем его вывести в буфер. Но это отдельная история, это впереди. Мы можем с ним проделать очень много интересных операций за счет этого. Если мы понимаем, что это часть директивы эхо. Сейчас, то есть принцип чуть-чуть понятный, а теперь давайте я сделаю следующее. Я открою командную строку и выполним в ней такую команду ipconfig. Моя задача найти здесь мой адрес в локальной сети. Скорее всего, нет, это навряд ли оно. Вот это вот оно, 10-2-105-1. А нет, 10-2-105-10. А значит, я сейчас прекращу трансляцию, а вы попробуйте зайти на вот этот адрес. Я сначала зайду. 10-2. Это не 10, да. 10-2-105-10. Я это увидел. Да? Теперь я ставлю зариск на паузу. Знаете, как нам надо сделать, чтобы зайти с телефона? Я сейчас тоже подскажу. Что такое тут вообще? IP-2.ru, по-моему, или как-то так. Вот, IP-2.ua. Узнает свой адрес. Да? И мы смотрим наш адрес. Вот 85-198-140-12. Попробуем туда зайти. Сейчас. Ну, у нас, может быть, нет выхода в интернет. Ну, если не повезет, то нет. Ну, попробуем. 85-198-140-12. Да, у нас, скорее всего, не пустит, не пускает, к сожалению. Жалко. Просто, если бы компьютер был подключен к Wi-Fi, вы бы и по тому, и по адресу тоже зашли. Если бы я на ноутбуке, например, это показывал, я обычно так и делаю просто. И тогда мы заходим отовсюду. То есть, о чем это говорит нам сейчас? Кто мне скажет? То, что наш компьютер выполняет роль сервера в данный момент. То есть, он полностью раздает наш сайт в сеть интернет. На самом деле. Через ваш IP. Да, через наш IP. Сайты доступны по IP. Домины – это псевдонимы для IP. Мы регистрируем домен, привязываем IP к какому-то имени. Это DNS, да? Это DNS сервер называется, да. А, и люди заходят по цифрам? Да, они пишут слово, на самом деле подразумеваются цифры. DNS сервер перенаправляет людей на вот эти цифры. И они получают нашу страницу. Теперь понятно чуть-чуть больше, как устроен интернет? Да, ну как и нет. Да, ну как и нет. Что такое вот эти маска, шлюзы? Маска вам не особо нужна. Это одна сеть, собственно говоря, локальная. Они находятся, используют одну маску. Но это мелочь. Шлюз. Вот самое важное шлюз. Шлюз – это тот самый DNS сервер, которому мы шлем адрес. Допустим, там тот же самый vk.com мы ему шлем, например. Он говорит, ага, у vk.com вот такой IP-адрес. Держи тебе IP-адрес. Это шлюз наш. То есть DNS – это наш шлюз? DNS, да. Это есть наш шлюз. Это что он, наверное, шлюз? Он получает IP-адрес, понимает, на какой IP-адрес, ну, получает строковый, вернее, адрес, понимает, какой IP-адрес надо и отдает его нам. Это действие, получается, шлюз, да? Нет, шлюз – это сервер отдельный. Там DNS сервер хранится. Сервер доменных имен. Нет, вот мы сейчас ввели номер шлюза. Это не номер шлюза, это IP-адрес. Это прямой доступ. А шлюз – это то, DNS в настройках. Вы когда-нибудь в настройки сети заходили? Так, подождите, мы вот это обращаемся не через DNS? Я включил трансляцию. Нет. А, твой, трансляцию не включил. Нет, я включил трансляцию. Я включил трансляцию. Вот смотрите, вы видите, вот здесь вот, здесь есть, вот это, скорее всего, он здесь, нет. Здесь он просто не указан, спрятан. Просто понимаете, здесь в чем подвох? Мы не имеем доступа к настройкам. Мы могли посмотреть, какой DNS здесь используется. Но, по сути, DNS – это тот сервер, к которому мы стучимся, шлюзом его еще, кстати, называют, «Стучимся для того, чтобы попросить, дай нам и по адрес такого-то сайта». Понятно? Обычно этот сервер предоставляется интернет-провайдерам. Вы его можете поменять на Google DNS, на 4 восьмерки. Я, кстати, рекомендую так делать всегда. Google DNS поинтереснее будет, он быстрее обновляется. И поэтому у вас быстрее свежая версия страницы отображается. Правильный адрес. Потом. Что такое сокет? Порт. То есть, вы иногда видели, вы здесь пишите там двоеточие 8080, да? И так далее. Что такое порт? Вот этот вот. Значит, смотрите, на одном сервере может одновременно работать несколько программ, которые готовы принять подключение, грубо говоря. Классическим для интернет-соединения является… Ну, их нумеруют эти программы, грубо говоря. Классическим является номер 80. Это HTTP-соединение, то есть, зарезервировано. 443 тоже, да. То есть, можно вот, например, двоеточие 443. Ну, у нас нет адресации для 443. У нас 80-ый здесь используется, в частности. Могут быть другие. То есть, в каждой программе присваивается свой номер. В одно время только одна программа занимает один номер. Когда мы стучимся, например, протокол HTTP, он сразу понимает, ага, стучатся на 80-ый порт. Какая программа у нас обрабатывает 80-ый порт? Понятная идея? Индекс PHP. Ну, не индекс PHP, а Apache. Именно, конкретно. А Apache уже потом находит индекс PHP. Так Apache – это сервер. Сам сервер – это Apache в нашей ситуации. Но сервер, он поддерживает расширение. PHP – это язык расширения сервера Apache. По большому счету. То есть, мы реализуем логику, мы не обрабатываем сам запрос. Сам запрос обрабатывает Apache. Мы реализуем логику, которая нам формирует данные на основе пришедшего запроса. Понятна концепция? Ну, чуть-чуть еще, понятно, вопросы возникают. Но вы с этим поработаете, вы это почувствуете. В большей степени. На данный момент, то есть, вы видите, самый главный критерий, что сервер в итоге нам отдаст что? Готовый сформированный код. Результат отработки. Все, кроме его, собственно, PHP, правильно? Ну, он его выполнит и отдаст результат его выполнения. Вот так он рассказал. Я же не писал там 10 раз Hello World. А он нам выдал сюда 10 раз Hello World, потому что отработал цикл. Правильно? Понятно, что сейчас этот код кажется весьма бесполезным. Правда? То есть, не всегда понятно, зачем. Но после того, как у нас появится взаимодействие с файловой системой, с JSON-файлами, отработкой запросов, вы сразу почувствуете о том, что PHP очень нужное средство. И очень сильно нам облегчает жизнь. Ну, так вот. Ну, так вот. Сейчас возвращаюсь к нашей презентации. Я иду дальше. Директива режима вывода ошибок. PHP поддерживает ряд возможных режимов вывода информации об ошибках. Самый простой режим – это нулевой режим, когда все ошибки выключены. Это нолик, кстати. Это просто shift такой еще не очень удачный. Кажется, что буква О, да? Это нолик, сразу просто говорю. Функция error reporting принимает маску битовую, которая характеризует, какие ошибки должны выводиться. Что такое битовая маска? Тут я чуть-чуть отвлеку на доску. Вы знаете, как число выглядит в двоичном виде, да? Допустим, там 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Мы договоримся, допустим, вот это число отвечает за ошибки предупреждения. Вот это отвечает за ошибки уровня там, фатал. Вот это отвечает за предупреждения, фатал сообщения. Это ошибки парсинга, например. Ну, все, нам 4 хватит. Да? То есть, если у нас вот такое число записано, 1, 0, 0, 1. Мы понимаем, ага, включены только ошибки парсинга. А если там 1, 1, 0, 0, включены ошибки парсинга и сообщения. А если вот так, тогда включены парсинга и фатальные ошибки. Они не валят скрипт? Скрипт завалится в любом случае. Просто скажет он нам, почему он завалился или нет? Так оно будет, чтобы поможет. Они все включают. Значит, смотрите. Валят скрипт по-настоящему. Только два типа... Ну, смотрите, есть 5. Вернее, 4, без ошибок. Это первый. E-error. E-error. Это фатальная ошибка. После нее скрипт у нас не выполняется. Дальше. То есть, ошибка, несовместимая с выполнением. Неправильный тип данных передом арабументом. Ошибка какого-то серьезного запроса и так далее. То есть, много чего может привести к E-error. То есть, ошибка, несовместимая с дальнейшим выполнением кода. E-parse. Эту ошибку выключать бесполезно. Это ошибка чтения файла скрипта. Поэтому, хоть вы ее включаете, хоть выключаете, она всегда включена. И нам... Просто, почему она включена? Если у нас ошибка чтения файла скрипта, то сама директива error recording не будет прочитана. Правильно? Ну да. И, соответственно, мы не увидим ошибку. Скрипта это, то есть, мы неправильно написали. Да. Мы забыли точку с запятой, например. Нет. Получим ошибку уровня E-parse. Вот. Стощит отбира. Да. E-warning. Это предупреждение. Например, какие бывают предупреждения? Ваша переменная не имела значения. Будет использоваться значение mal. То есть, код дальше выполняется. Все нормально. Но только результат может быть совершенно не тот, который мы ожидали. Или во время работы скрипта обвалилось подключение к базе данных. Данные не будут получены. Выдастся пустой результат. Тоже будет E-warning. А как и обработать? Что вы видите? Там try-catch-каж. Не путайте try-catch с вот этими ошибками. Try-catch это управляемая ошибка, которая позволяет нам не допустить вот этих. Вот эти ошибки на самом деле, их обрабатывать не нужно. Этот уровень ошибок. Это значит, что вы уже провалились совсем. То есть, ваш код работает неправильно. Если он выдает эти ошибки. То есть, правильно написанный код этих ошибок, в принципе, выдавать не будет. Вообще. Это как консоль взбрага. Для этого есть как раз try-catch и экземпшены, которые нужно ловить заранее и обрабатывать. Но об этом дальше тоже. А будем на же ошибки, чтобы на этих ошибках было? Ну, его рассматривать нечего. Ну, вы и здесь на него поспоряете? Ну, что-то редко он используется. Честно говорю, редко. Это может быть какая-то проверка. Вот только в этих случаях. А на PHP повсеместно. На PHP это классика. На PHP более серьезное отношение к ООП. Подходим. Потому что здесь гораздо больше, действительно, тяжелой логики, будем говорить так. Ну, так вот. Ну, и E-notice. Это рекомендация. Ошибка уровня рекомендации. Что подразумевается? Ну, например, если вы попытаетесь использовать устаревший вариант подключения к базе данных, MySQL, то пятая версия PHP вам скажет. Ну, оно, конечно, будет работать. Но я не рекомендую это использовать. Оно небезопасно. Оно устаревает. Это как нам синхронные синхронные... Да, да, да. То есть предупреждение просто. Ну, как предупреждение, а рекомендация. То есть не делайте так. Не делайте так, надо делать по-другому. Вот оно. Понятно? Соответственно, есть константа, в которой установлены все четыре бита. Ну, то есть соответствуют им битовые маски. E-all. На самом деле там не одна единичка нолек. Там их целая куча. Там группа большая. Ну, допустим, мы для себя сейчас предположим, что это выглядит вот так, это вот так, это вот так, а это вот так. Просто предположение, да? Есть красивая константа E-all. Она выглядит в таком случае вот так. Включите все. Теперь логика. Я хочу включить вот это и вот это. Если я выполню побитовое или, что получится? Вот здесь один, вот здесь один, но и ноль. Или. Один, один, ну и ноль. То есть и тот, и тот включится. Правильно? Поэтому на второй строке что я делаю? Кто мне сейчас скажет? На второй строке. А вы все включаете? Я включаю все. Абсолютно верно. А почему? А почему? А почему? А почему? Хорошо, побитовое и. Давайте выполним операцию и. И? Нули будут. Что получается? Нули. Ноль, один и ноль. Ноль, 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 ноль. Все выключено. Аааа. Ну почему? Почему один и ноль будет ноль? Определение операции. Аааа. Да, да, все, все. А если я выполняю или, то если хотя бы один из них единица, то ставится единица. Правильно? Ну да. Я их складываю, почему. А, вы их суммируете? Не, 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 не путайте. Это ж и или. Ну и как выключить ошибку? Для этого используют комбинацию и не. И инверсия. То есть, например, еол, это, допустим, 4 единицы у нас, пускай, да? И не енотис. Енотис, это что у нас? Ну вот он, например, 1, 0, 0, 0. Не, не енотис, это все биты наоборот. То есть и 0, 0, 0, 1. Ой, не так. 0, 1, 1, 1. Соответственно, что? Вот эти останутся 3, а это выпадет. Правильно? Значит, 0. То есть, чтобы убрать бит, мы делаем и с инверсией. То есть, это просто классические подходы, которые я вам сразу здесь хотел показать. То есть, как, например, вот еол, исключая нотис. Это нужно читать вот так. То есть, все, кроме нотиса. Ну и можно другой директивой, можно с помощью инисет. Но здесь мы с вами не будем углубляться. Вам это на практике не понадобится. В глубокую настройку сервера, если уже захотите полезть, то это тогда, когда у вас будет совсем другой уровень, будем говорить так. Это вам захочется сделать, когда вы попишите хотя бы несколько лет. Так, тут вопросы есть сейчас? Нет, замечательно. Итак, типы данных в PHP. PHP имеет больше типов данных базовых, чем тот же самый JavaScript. Он не объединяет числа в одно целое. Для него это разные вещи. Для него есть целое число и вещественное. То есть, число с плавающей точкой и число со стационарным вычислением. Так? То есть, один целый числый. Это неизвестно, наверное, это ресурс. А ресурс – это отдельная история. Значит, что такое ресурс? Когда мы говорим о том числу, строка, объект, массив, все понятно, да? А теперь я вас спрошу, а что такое картинка? Как вы картинку запишите в переменную? Множество нулей или нет? То есть, она где-то там… Ну, да, это вариант, ладно, множество и нет. Пойдет, пойдет. Тогда я по-другому вас спрошу. Что такое подключение к базе данных? Как вы его запишите в переменную? Стро… Ага, что это такое? Вот как описать со своими руками? Это брейн какой-то. Что это физически? То есть, как… Как это данные? На самом деле, то есть, оно содержит идентификатор. Ресурс обычно – это идентификатор чего-то, к чему мы подключаемся. Это как онлод на этом самом? Нету такого, нету аналога просто в JavaScript. А, то есть, мы пишем ресурсы, пишем ID, базы данных? Мы вообще вручную не пишем. То есть, ресурсы обычно нам даются системой. То есть, система сама делает какие-то наборы действий и дает нам ресурс, говорит, вот тебе номер 32, это твое подключение к базе данных. Ресурс, давайте… Когда ты захочешь обратиться к своей базе, скажешь мне, что ты хочешь обратиться к 32. Вот такая логика. Так, ресурс – это ключевое слово? Нет. Ну, вообще, да, но нет. Вы пока забегаете сильно вперед, все очень просто, на самом деле. Вы же нам показали. Да. Не, я просто говорю, это ключевое слово, но использовать его практически вам… При базе данных, короче. Даже в базе данных не понадобится. Мы будем пользоваться объектно-ориентированной оберткой и не будем заморачиваться. Дальше, операции. Чего не узнаем? Не все рассмотрели предыдущие. Ой. А что не рассмотрели? А, все. Ну, это же только XOR, я забыл. По битовой сдвиге. Ну, операции, я же говорю, что не узнаем. XOR. XOR. Операция XOR – это исключающая или. Возвращает true, если разные, и false, если одинаковые. А возведение степени? Нету тут возведения степени. Ну, тут я трилогий. Это XOR по битовой. Он и в JavaScript такой же. А тильда – это инверсия по битовое. То есть, это по битовое не. То есть, смотрите, я здесь их разделил на группы. Сверху – это у нас арифметические операции. Плюс, минус, разделить, равно, умножить, остаток отделения, инкремент, декремент. Все узнаем, да? Ну, присвоить. Ну, присвоить, да. Это же имею в виду. Вот вторую операцию. Точка. Что за точка? Не, не правда, не вызов метода. Конкатенация, правильно. То есть, строки в PHP склеиваются с помощью точки. Вот такое тут правило. В смысле? Ну, не плюсом, а точкой. Как плюс, только точка для строк. Чтобы различать, что мы делаем. Если мы делаем плюс, строка будет приводиться к числу. Пытаться, по крайней мере. А, тут из-за этого. Да. Больше, меньше, больше, либо равно, не строгое, строгое сравнение. Это понятно, да? Не, и, или. И, или в другой форме. Можно словами писать, но словами никто почти не пишет. И исключающая или, XOR. Это операции какие? Логические, так? И операции побитовые. Сдвиг вправо, сдвиг влево. Побитовая и, побитовая или, побитовая не и побитовый XOR. Вот такие вот здесь есть операции. Литералы. Строки. Вот, кстати, в отличие от JavaScript, одинарные двойные кавычки ведут себя по-разному. Об этом будем говорить дальше в самих строках. В чем разница? Но она есть. И она весьма хороша. Я скажу так. Это здесь не просто так. 0,24. Вы понимаете, что это не 24? Я скажу, что это 20. В десетичной системе это 20. Если число записано с нуля, это восьмеричное. Это восьмеричное системе исчисления. И что, пишут? Ну, обычно не пишут, но просто, чтобы не сделать ошибку. Чтобы не написать 0,5, а потом думать, почему это... Ну, 0,5 будет 5, конечно. 0,10. И не понимать, почему это 8. Потому что система восьмеричная. 11, это целое число просто. Просто 11 интеджер. 11,1, это у нас что? Float. Да? 1,E5. Это 1 умножить на 10 в пятой степени. Понятно? Угу. Просто короткая форма для больших чисел. Поддерживается, в принципе, в большинстве языков всеподобных. И в калькуляторе. Да, и в калькуляторе точно так же. 0,X2. Это 16-ти лишняя форма. То есть 0,X это префикс для 16-ти лишней формы. Понятно? И для памяти, да? Ну, адресация памяти идет обычно просто в 16-ти лишней форме. Ну, да. Касательно строгого-нестрогого сравнения. Вопрос, какой результат, как вы думаете? True или False? Вот здесь, на экране у вас операция. False? Да. Все уверены? Ну, там 0,7. Ну, здесь, типа, нестрогое сравнение, и оно допускает, да, или что? Я вам скажу, что это будет true. Вы не поверите. Ну, допустим. А знаете почему? Я сейчас вам расскажу. Зона нечислительности. Да. У компьютера числа с плавающей точкой хранятся с ограничениями. То есть, есть ошибка вычислений. И вот эти числа, по сути, приводятся к одному и тому же. Если вы посчитаете, там единица, там на один нолик меньше. То есть, вот эта семерка в конце, по сути, приведется к единице в итоге. И получится что? Получится 3,0,0,0,0,0,1 сравнивается с 3,0,0,0,0,1. В итоге нам выдается true. Вот таким вот образом. Вот такой вот подвох. А почему? Потому что нестрогое сравнение в PHP работает следующим образом. В приоритете оно пытается привести к числу, а потом к строке. Понятно? Вот такая последовательность действий. К числу, а потом к строке. И поэтому, если мы сравниваем строки с числами, мы сравниваем именно числа, которые в них хранятся. Используйте строгое сравнение, как я всегда говорю в их ситуациях. Узнали? Пояснение не требует. Да? Да. Условный оператор. Есть две формы. Есть форма с двоеточием и форма с фигурными скобками, к которым мы привыкли. А с двоеточием требует закрытия с использованием директивы and if. Понятно? Но вместо закрывающихся без пробелов. Можно писать без пробелов, да. Я же допускаю такую запись. Можно с пробелом, ничего не измените. Понятно? Свич. То же самое. Две формы. С фигурными скобками и с and switch. While. Можете не читать. Ну, короче, смотрите идея. А вообще, вот этот синтаксис с двоеточием чаще всего используется в разрывах кода. Его больше нигде не используют. То есть, видели, когда я писал for и между ним html. Вот тогда используют двоеточие. Но нельзя разорвать, не написав первый кейс. Нельзя вот здесь что-то вставить, например, html. Это будет fatal error. А если несколько свичей? Свич к свичу. То пожалуйста. А как он распределяет понимание? А внутренний еще не закрылся? Так же самое, как фигурные скобки. Смотрите, грубо говоря, двоеточие это открывающая скобка, а and switch закрывающая в этой ситуации. По смыслу. While то же самое. Обычная форма с and while. Как чаще используют? Со скобками? Со скобками используют в самом коде с логикой, а это используют в директивах вывода, я же еще раз говорю. В разрывах. Это удобнее? В разрывах, да, это удобнее писать просто. Во-первых, вы не теряетесь, где у вас закрытие. Потому что у вас там может быть вот такой кусок кода html. И вы потом смотрите, блин, где же он здесь закрывается? Что за скобка? Да, что за скобка. Чтобы такого не возникало, у вас лучше использовать вот это. Рекомендуем все так делают, кстати. Это классика просто. Do while, вот единственный из подобных операторов, который не имеет второй формы. For. То же самое, да? Ну, тут понятно. Основные операторы мы пробежались. Я думаю, пояснений они больше не требуют. Вы их и так до этого знали. Операции с переменными. Unset и setempt. Unset удаляет переменную. Освобождая память. И set. Очищает или она становится вообще? Переменная ondefine становится. Память очищается. Все, памяти больше нет. Она не выделена. И set. Проверяет, существует ли такая переменная. Если существует, возвращает true. Если не существует, false. Причем, неважно, пустая она или нет. Если у нее значение, например, null, то есть пустое значение, все равно выдаст true. Empty. Проверка на пустоту. То есть, если переменная не существует или null, тогда unset. Вернет true. Empty. А из set, если пустая, возвращает тоже true? Да. Если пустая, она существует. Это кастомные или встроенные? Встроенные. Так тут и null, что ли, возвращает true? Еще раз? Ну, тоже возвращает. И set? Ну, не знаю, null вообще, если бит засунуть null, что он вернет? Нет, null не true. И set проверит true и вывернет true. Empty, он проверяет на пустоту. То есть, переменная не должна быть а. пустой строкой, б. пустым массивом. Вернет true для пустой строки, пустого массива, необъявленной переменной, значения null и нуля. Понятно? То есть, проверка на пустоту. А теперь о собачке. Значит, смотрите. Что будет, если я попытаюсь переменной A присвоить необъявленную переменную B? Произойдет ошибка. Фаталлерод. Ну, что вам? А не будет ангелпанинга? Будет null. Но перед этим выведется ворнинг. Будет ошибка. Да. Ну, так вот. Чтобы эту ошибку подавить, используется оператор собака. Пишется вот так вот собака перед B. Ну, и вы читаете то, что написано снизу. Если B не существует, ошибки не будет, а у вас запишется null. Понятна концепция? Это защита от необъявленных переменных. Не нужно ее использовать для обычных переменных. Это бессмысленно. Ее нужно использовать, когда вы обрабатываете результаты пользовательского запроса. Потому что вдруг нам запрос не прислали какие-то данные. Вот такой вот момент вполне может быть. Они приходят в виде предопределенных массивов. Об этом дальше. То есть, если вы работаете с пришедшими данными, вы должны либо заранее проверить, пришли ли они с помощью MTSF, либо использовать собака при присваивании, а проверять уже где-то дальше, глубже. Понятно? Операции с типами данных, которые мы можем делать в PHP. Первое это проверка типов данных. Из null, из boolean, из integer, из string, из array. Возвращают true, если переданный в них аргумент имеет указанный тип данных. Понятно? Дальше. SetType принимает переменную и приводит ее к указанному типу данных. Вторым параметром. Это как парцент? Она саму переменную изменяет. Вот важный момент. В PHP функция может изменять принимаемую переменную, в частном случае. Передача по ссылке поддерживается. Но любые умения. Еще раз? К примеру, если мне вернулось... Но если у меня была переменная var, в ней записана строка, я написал setType var int, строка привелась к числу и записалась обратно в переменную var. И в пьетах может меняться и в кулинической поменяться? Не, ну попробовать можно, но не всегда же получится. Ну здравый смысл должен присутствовать. По вару, что строка будет числом? Ну, если в ней было число. Если это была строка без чисел, то будет ноль. Получится. Да, тут же надо понимать этот момент. И getType возвращает название текущего типа данной переменной. Понятно? Хорошо. Приведение типа в стиле C. Собственно, поддерживается. То есть B равняется bool от A. То есть, приводим переменную A к типу bool и записываем в B. А-ля parse bool. Если сравнивать с JavaScript. А-ля parse int, а-ля parse double и а-ля parse string. Ну, если бы такое было, конечно. Понятно, что parse int и parse float. Вот это вот два аналога. А таких аналогов там просто нет. Понятна концепция? PHP сразу вам хочу сказать такой момент, чтобы вы просто понимали, почему функция, почему здесь не объект, точка, что-то. Точка, кстати, у объектов такого оператора нет. Об этом тоже дальше. Тут стрелочка вместо точки у объектов. Ну, понятно. Если точка занята для конкретинации. Точка занята для конкретинации. Ну, так вот. О чем я хотел сказать. PHP изначально не имел OOP. Вообще. То есть, в нем не было понятия объекта. В первых версиях. И поэтому у него базовая часть синтаксиса построена на функциях. То есть, встроенные механизмы в большинстве своем являются собой функциями. Кроме тех, которые появлялись в последнее время. Это и хорошо, и плохо. Это нейтрально. Просто это факт. В смысле? Вообще нет объектов? Не было. В первых версиях. Сейчас нет. Сейчас, понятное дело, есть. Анонимных объектов нет. Обратите внимание. Тоже такой момент. А вот так. А тут есть ассоциативный массив. Сейчас узнаете. Так. Ну, это вам не надо. На самом деле. Время, время. Ну ладно. ShortLocal устанавливает локаль для определенного набора функций. Если lcau, то для всего. Вы, в принципе, можете запомнить вот эту первую строку. Сюда передается локаль и можете запомнить lcau. По-другому обычно не ставят. Что такое ru-ru? Ru-ru, русская. А что такое локаль? Локаль, то есть это языковые стандарты и региональные стандарты. Соответственно. Так, мне на секундочку надо поставить запись на пау. Ну так вот, продолжаем. Соответственно, то есть я здесь уже сказал, что это локализация. Как видите, ну на видео еще раз просмотрите, прочитаете, какая константа за локализацию чего отвечает. За локализацию всего константа lc-all. Да? В данном случае русская локализация. Опять же, все локализации можно найти на сайте на том же pshp.net. Посмотреть. О нем еще скажу тоже. Обязательно. Это самый важный сайт на pshp, так сказать. Официально. Дальше. Вот это очень интересный момент, которого в JavaScript, например, нет. Эти команды очевидны для тем, кто программировал на компилируемом языке хотя бы раз. это подключение сторонних файлов в наш скрипт. В библиотеке? В библиотеке, например. Но, естественно, наши файлы тоже. По большому счету. Что? А почему нет в JavaScript? Потому что в шестом стандарте появилось вот только-только, да, но раньше не было. То есть в базовом JavaScript это не использовалось. В TypeScript есть. В TypeScript есть импорт. В шестом в лоди require. В чем разница include и require? Сейчас я хочу рассказать. Include и require делают вроде как одно и то же, но разница в следующем. Include, если файл отсутствует, который мы пытаемся подключить, генерирует варгинг. А require – fatal error. То есть тот просто предупреждение о том, что файл не получилось подключить, а тот говорит о том, что нельзя так работать, файл не подключен, куча проблем у нас, да? Include когда обрабатывает, да? В смысле обрабатывает? Не валит все. Не валит, да. Продолжает работа скрипта. Include once, require once. Отличаются от предыдущих тем, что подключают файл единожды. Допустим, у нас файл содержит 20 функций. Просто. Больше ничего. Мы подключаем в библиотеку функций свою. Естественно, нам не нужно два раза подключать эти функции, правильно? Мы делаем include once, и при втором подключении с помощью include once он проигнорирует подключение. Понятно? А зачем второй раз делать include, если мы… Ну, вдруг по ошибке мы это делаем. Вдруг у нас сложная система include, include в include, в include, в include, в include. Такая ситуация может быть. То есть мы include в один файл, он include 10, кто-то лудит еще 10, и у нас может быть циклический include, например, в итоге. То есть мы сейчас пользуемся в once? В once. Конечно, лучше once использовать. Хорошо. Ну, в принципе, если вы грамотно делаете приложение, вам все равно. То есть у вас такой ситуации заведомо не должно возникать. Как правило, include once и require once используют для библиотек, как раз, для классов, для функций и так далее. А include и require для шаблонов. Когда мы подтянем файлы, в которые будем сами что-то подставлять. Понятно? Шаблоны могут подключаться не единожды. В частности. Надо пару проектов. Ну, это вы почувствуете сами. Что он делает? Грубо говоря, такое ощущение, как будто директива include вставляет все содержимое файла прямо в ту точку, где она написана. Понятно? Вот это то, как она себя ведет. Она отправляет экстрепретатор в этот файл, он интерпретирует и разрешается потому что я так понимаю, require он не используется. В смысле? Ну, если вы говорите, что include, ну, просто у меня include, чем include лучше, чем require? Ну, тем, что оно не делает фаталовую роль. Ничем не лучше, одинаково. А твоих желательно писать участие самым include? Не всегда. Смотря что мы делаем. Тут надо понимать, что мы делаем вот конкретно в этом случае. Сейчас я вам покажу и вы сразу поймете, что это не так в общем. Скажу вам так. Не всегда. Если мы подключаем библиотеку, да, вы правы, вверху. А если мы, собственно, загружаем шаблон, то это в середине будет происходить сто процентов. Так, и вторую презентацию, которую я хочу сегодня с вами посмотреть, это массивы. Где моя флешка? PHP. Массивы. А, ну отдельно подключать в PSP, отдельно в путь, отдельно в путь. Да, 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 можем так делать. Ой. Ctrl-S. Я уже компилирую презентацию, вы представляете? Бывает. Ну так вот. Работа с массивами в PHP. Значит, смотрите, про верхний синтез можете забыть. Там не написано Array, просто знаете, что он есть, сами его никогда не используйте. Этот синтаксис был до PHP версии 5.4, на данный момент актуальная 7.1, на данных компьютерах установлено 7.0, по большому счету у них различий минимум. Так, а какой используем? Нижний, нижний. Два нижних. Два нижних. Тут их четыре, два нижних нужно использовать. То есть, просто раньше писали вот так, вот array круглые скобки, теперь появились квадратные, как в JavaScript. Но, вот это такой массив, как вы видели в JavaScript, уже привыкли. Я его пояснять не буду. Я на вот этот обращу внимание, который слева. Это ассоциативный массив называется в PHP. То есть, массив, ключи которого являются строками. Понятно? На самом деле, они могут являться не только строками, но не принято использовать что-то другое. То есть, мы можем по имени к ним обращаться? Да. Грубо говоря, эквивалент анонимного объекта. Как перебирать? Специальный цикл, Хорович. Ну, так вот, что я говорю здесь. То есть, точно так же, как объект в JavaScript. Понятно? То есть, и то, и другое здесь считается массивом, только этот массив называют ассоциативным. Потому что ассоциация. Да. Ну, не всегда его так называют. Чаще его, не пеш-пешный термин, так сказать. Тортеж. Проверить, есть ли ключ в массиве с помощью той же функции и сет. То есть, если существует данный, да, данный, данный элемент массива вернет труп. Удаление элементов из массива с помощью функции и сет. Через запятую можно сколько угодно передать элементов. это случайно круглая скобка сюда попала. На самом деле. То есть, вы поняли, да? Каунт возвращает количество элементов в массиве. То есть, не ленд, а каунт. Да, каунт, и обратите внимание, это функция, а не метод. Она возвращает число им. функция не свойства, да? Да, не свойства. Это именно функция. Она возвращает количество элементов массива. Почему так? Я еще раз говорю о том, что в PHP изначально объектов не было вообще. А массивы, естественно, были. И вещи, которые были сделаны до объектов, собственно, а так и выглядят, как они были изначально созданы. Тут опечатка, не хватает двойной кавычки возле буквы А, видите? Вот здесь вот. Смотрите, да, это два ассоциативных массива здесь. У этого ключи А и Х, а у этого ключи С и Д. Значение А ключа АА, Х ключа ХХ, С ключа ЦЦ и так далее. Функция ArrayMerge объединяет два массива, эквивалент Concut в JavaScript. Понятно? А если вложенные массивы будут? Еще раз? А если вложенные массивы? В два вложенных. Ну, они останутся массивами. А в JavaScript нет. В JavaScript они тоже, вложенные он не трогает. Нет. Он, нет, подождите. Он же вложенные не трогает, он берет просто сам массив и все его элементы вставляет в другой, правильно? А здесь он просто возвращает массив, который состоит из элементов первого и второго. Тоже поведение. Вложенные останутся? Конечно. Страхивают только первую степень вложенности. что кто знает, что в JavaScript при контакте все массивы вложенные вытягиваются на верх. если у нас если у нас в массиве будет массив и еще массив проверьте. Проверьте. Если говорить, я сейчас проверю. Просто давайте ради интереса. Я сделаю очень просто. Я открою консоль. Я сделаю допустим один просто массив из одного элемента. конкат и туда приклеим вот такой массив. Один четыре пять. Да, он и так выглядит. Массив. Да, я же вам про это сразу говорил, когда мы про конкат говорили. Я говорил, что он берет элементы этого массива. Да, верно. если элемент является массивом, он массивом и останется. А в уровне сохраняет. Да, в уровне конечно сохраняет. Иначе это было неудобно в использовании. Так же само работает и мердж абсолютно. Просто у него мы пишем не а.конкат а ареймердж а.б. Понятно? Ну какая-то функция в жилосклипте я помню, что она именно склеивала. Я не помню, как называется. Есть рекурсивная выборка из массива. Но я не помню, честно. Оно никогда не используется на практике. Реверсирование массива возвращает реверсированный массив. Перемешивание массива обратите внимание меняет сам массив. ну то есть массив после вызова этой функции будет изменен. Не 1, 2, 3 а там 4, 5, 10 8, 7, 6, 5, 4 а не шафл шафл произвольно. Произвольно да он может быть 4, 5, 9, 7, 8 как угодно то есть порядок элементов поменяется на производстве. Ой поверьте вы выбираете товары на главную страницу на допустим 5 популярных и вы выбираете сразу 50 например популярных делаете шафл чтобы каждый раз оно случайно перемешали и потом выбрали первые 5 случайно например очень удобная функция порой очень удобная это все за шафл конечно ну а как вы думаете вы не заметили что они каждый раз разные не оно выбирает 50 популярных просто чтобы каждый раз одни и те же не показывать из них потом сначала уберет больше и берет из них маленький кусочек предварительно перемешав а мы им делали функцию шеи да тут кстати первое правило с PHP если вам нужно выполнить задачу для этого есть готовая функция если готовой функции нет смотри первое правило да на PHP более 3000 функций да все знать не надо надо знать где копать сейчас расскажу кстати где копать давайте значит смотрите если вам нужно допустим работать с массивами заходим на сайт php.net именно вот этот сайт никакой другой не путайте там есть какой-то русскоязычный какашечный сайт не буду говорить по-другому ну говорю как есть честно фабикон да по-моему да ну не ходите на него ходите на вот этот сайт это тот который вам поможет нормально все сделать допустим вам нужно сделать что-то с массивом для того чтобы работать с массивом вам нужны функции для работы с массивом вам достаточно помнить хотя бы одну из них например я помню функцию shuffle да только что разбирали далеко не ходим вот shuffle нажимаю в поиске на shuffle и теперь у меня сверху видите пошел навигатор php.manual function.references variable да 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 и вот arrays и нажимаю на arrays и смотрим количество функций для работы с массивами ну как вы поняли их немало да поэтому я и говорю что у меня презентация охвачено несколько в процессе работы мы еще будем разбирать например array column очень удобная функция очень много будет нам помогать это когда из ассоциативного массива то есть у нас есть массив ассоциативных массивов вот такая ситуация да например массив пользователей а мы хотим массив имен пользователей мы делаем array column по колонке name и получаем массив имен пользователей за один вызов функции очень удобно очень классно очень шустро все функции написаны на си работают очень быстро поэтому рекомендуется их всегда использовать по возможности та же самая логика но там не на си там немножко другие используются языки хитрые но тем не менее там работает все равно быстрее язык компилирования так куда я перешел а на javascript нет такого сайта? нет еще раз по kpcss ну html css это собственно говоря v3c спецификации но там так неудачно все описано в отличие от вот этого действительно удобная документация сделана вот здесь то есть я открываю я вижу сигнатуру я вижу описание параметров я вижу примеры что немаловажно примеры того что оно выводит то есть вот допустим пример давайте сразу смотрим вот у нас массив массивов да я применяю здесь ну не я они применяют а райколум по колонке first name да и мы получаем массив состоящий чисто вот кстати принтер то что я вам говорил какой-нибудь массив колонку чисто и но оттуда доставим принтер это получается как json да это вывод массива не json json тоже есть для json две специальных функции сейчас мы о них тоже поговорим они здесь у меня в презентации но это уже не официально это официально то есть это именно сайт официальный PHP только что-то выходит оно уже там еще до того как PHP сам так нет раньше он обновлялся в десятом году ну так вот array div возвращает те элементы первого массива которых нет в других массивах что? возвращает те элементы массива array которых нет в массиве array 2 array 3 array 4 и так далее непонятно ну допустим у меня массив array содержит числа от 1 до 5 в этом допустим число 2 и 7 а в этом 3 и 9 значит двойка и тройка из этого исключаются и возвращаются в виде результата то что вы делали руками на джаваскрипте когда вам нужно найти расхождение честно я сразу не вспомню но я гарантирую я ее использовал писать нужно естественно я имею ввиду что если вы имеете какую-то задачу посмотрите сначала нет ли какой-то функции для этого не изобретайте велосипед ну их там очень много там очень многие вещи уже сделаны за вас ну это как язык знаешь слова говори предложение да потому что в скрипте там еще можно выключить так так арей count values считает сколько таких значений есть в массиве которые сколько каждого значений у нас в массиве неправильно сказал частота повторения частота повтора да то есть оно возвращает ассоциативный массив в котором ключи это значение исходного массива а значение это количество их повторов сколько штук это знаете для чего надо для организации корзины в сессии порой очень удобно использовать ну увидите тоже райкомбайн передаем туда массив ключей массив значений получаем ассоциативный массив массивы должны быть одинаковой длины дальше array flip меняем местами ключи значения двойной flip удаляет дубликаты массивы элементов если у вас в массиве две пятерки да а вы хотите чтобы у вас все элементы были по одной штуке имена например да имена чтобы не повторялись вы делаете дважды flip и получаете массив который дубликатор удаленный array flip от array flip функция возвращает массив по логике должно восходить еще раз да но если у нас значения повторялись мы сделали flip ключи значения меняются местами не может быть два одинаковых ключа не может быть два третьих элемента например да это просто следствие на самом деле а если значения разные в смысле значения разные ну а разные останутся нет у нас ключи одинаковые ну там конфликт ключей решаются ну конфликт значения значения одинаковые уберутся ключи изначально одинаковых не было правильно когда мы флипнули значения становятся ключами так так как ключи не могут быть одинаковые то одинаковые удалятся А эти же значения А значения это ключи Старого массива Ключ, они Вася 1 и Вася 2 Реверснули Стоп, мы реверснули У нас получилось Теперь у нас значения стали А я говорю за то, что у нас Хорошо, 1 Вася, 2 Вася Реверснули Какой станет Вася? 1 или 2? Первый, второй уже не ключ Первый, который был? Да, он получается в первом случае Уберет все сопроводения Ну правильно, уберет все повторы Если 2 раза сделать Да Оно с первого раза С первого, да, оно уберет, но они будут В неправильном порядке идти, наоборот Нам нужно вернуть в исходное положение Ну ладно А, все, мы 1 раз переворачиваем А теперь, внимание, очень страшная функция Функция экстракт Распаковывает массив Что делает? Допустим, у меня есть ассоциативный массив В котором есть ключи name2 и name После применения функции экстракт У нас автоматически создадутся переменные name и name2 Вот такой поворот событий То есть оно берет и создает переменную На каждый ключ массива Вот так ведет себя эта функция Не, непонятно А обращаться к ним в знак доллара? Да, 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 доллар name, доллар name2 Можно обращаться А что такое? А сейчас я расскажу Такого в джаваскрипте нет Такого вообще ни в одном языке больше нет Я вам по секрету скажу Я больше нигде такого не встречал Но эта функция просто бомба при работе с шаблонами Хотя нет Такой же самый есть в ES6 Там ставим, по-моему, трое Запихиваем в скобки при передаче функции И... Не, ну это же не то чуть-чуть Это не то Это же без передачи функции Это просто берет и создает набор переменных Касательно флаги Флаг определяет режимы распаковки А префикс нужен для определенных флагов Собственно, сами флаги EXTR override EXTR override Если переменная существовала Значит ее нужно перезаписать С таким ключом? С таким именем, да EXTR skip Если существовала, пропустить То есть вот это конфликт существования Первые два флага Еще три флага Определяют поведение префикса EXTR префикс son Добавить префикс Если имя переменной Получается невалидным Например, начинается с цифры Такого быть не может, правда? А ключ массива может быть цифрой Такой, как мы укажем в третьем параметре Эти два параметра необязательные Как вы поняли Чаще всего ей пользуются без этих дополнительных параметров Но тем не менее Префикс all добавляет префикс всем Префикс invalid добавляет префикс невалидным только А те останутся пропущенными Если мы skip используем А обращаю внимание Их можно через или писать Например, EXTR skip Побитовая или EXTR префикс all То есть эти определяют префикс Эти перетирания А что с циклом обеспечить, что и побитовая, да? Очень много аргументов, да, константы Являются побитыми Ну, это оптимизация Это из C родов на самом деле Там так делают И процедурную часть PHP Очень сильно видно Что в нее наступили C-шные программисты Ну, они ее писали Ну, что вы хотите PHP написан на C Это не секрет Что? И поэтому стиль языка Очень сильно чем-то напоминает C Именно в процедурной части Объектно-ориентированное Полностью содрано с джавы Функции EMPLOYD и EXPLOYD Это SPLIT и JOIN Проще говоря, для вас То есть EMPLOYD склеивает массив строку через разделитель EXPLOYD нарезает по разделителю указанную строку Понятно? Нет, создает массив Ну, создает массив, нарезая по разделителю строку Да, абсолютно верно Так, эти функции вам не понадобятся Уже они устарели Ну, их редко вообще не используют просто Они на самом деле есть, но вот эти удобнее Соответственно, JSON ENCODE, JSON DECODE JSON ENCODE делает нам JSON из массива или объекта А JSON DECODE возвращает нам объект или массив из JSON Второй параметр определяет, что мы хотим получить Если он false, по умолчанию он false То мы получаем объект Ну Объект так выглядит вообще Его нельзя описать, вот как анонимный объект В PHP Нет такой возможности Он объект класса Объект класса JSON, да? Здесь будет объект класса STD класс Если быть точным В этом случае Обычно пользуются вторым параметром Передают в него true В PHP Который парсят JSON Превращают его в ассоциативный массив Это более классический подход на PHP Ну, реже применяют именно Распаковку в виде объекта Ну и самое интересное Самое важное из массивов Что вы должны сейчас запомнить Что, скажем так Нет уже на скрипте И там не могло бы быть Оно там не нужно Оно очень нужно в PHP Есть массивы, которые являются предопределенными То есть в них значения мы руками не записываем Грубо говоря Для нас это массив констант Но эти константы могут зависеть от текущего запроса Значит смотрите Массив доллар нижнее подчеркивание сервер Содержит всю информацию О текущем запросе И о состоянии сервера Сюда относятся Корневой путь сервера Заголовки запросов Адрес запроса И по адрес клиента То есть все-все-все хранится в этом массиве Когда мы обрабатываем запрос Мы полностью всю информацию получили в этот массив Массив доллар гет А где вы говорите массив доллар Вот это массив Это имена Это просто перечисленные имена Доллар гет Доллар гет Это тоже предопределенный массив В который помещаются все переменные Отправленные гет запросом Заголовки да Именно гет запрос То есть мы там отправляем name равно вася В гет запросе Сюда приходит в гет ключ Name Значение у этого ключа будет вася Ну это массив да Ну да То есть в виде ассоциативного массива Получаем доллар гет Вот это он Это чисто ответы сервера Это запросы к серверу Мы отвечать будем Еще в перспективе То есть сам сервер отвечает Мы еще не ответили Когда мы Вот этот код работает Это мы еще не ответили Ответ тогда Когда этот код закончил выполнение Все что здесь получилось Это есть ответ Понятно То что мы уже увидим в браузере Это ответ А это пришел сюда запрос Мы здесь что-то делаем Чтобы сформировать этот ответ Доллар пост Это все данные Которые пришли пост запросом Точно так же в виде ассоциативного массива Ключ значения А это все везде верхние массивы Да Нет 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 Это отдельные массивы Я же почему и рассказывал То есть вот это Те массивы Которые у нас доступны Доллар файлс Это файлы Отправленные с формы То есть если на форме Мы отправляем файл Он попадает вот в этот массив Об этом еще поговорим О загрузке файлов Отдельно Говоря о самих файлах Собственно Это я что-то Доллар куки Сюда Помещается вся информация О куках Которые установлены В браузере И посланы при запросе Об этом еще отдельно будем говорить Я просто пока говорю То есть у нас будет как тема Сессия и куки Отдельная презентация тоже на этот счет Заготовлена Вы видите Реквест Этот массив на данный момент Уже почти не используется То есть в него раньше помещалось то Что сейчас находится здесь Да И массив ENV Это массив переменных окружения На большинстве хостингов Он пустой Зависит от конкретного хостинга Что у него будет помещено Ну в него может быть помещены Настройки например Подключения к базе данных Если это какой-то умный сервер Это может быть очень удобно Так Это то что я хотел рассказать О массивах теоретически Мы с вами говорили только что Про include и про массивы И это не пробовали на практике Почему я говорил именно О массивах перед тем Как перейти в практике Потому что я хочу с вами сделать Первый такой наш шаг К пониманию А зачем нам надо PHP Так сказать Мы с вами сделаем страничку В которой центральная часть Будет выбираться В зависимости от того Какое значение У переменной page Просланной get-запросом Для этого я здесь сделаю Файл index.php Вот он у меня уже есть И два файла Один файл я назову Main.php А другой файл я назову Contact.php А в файле main.php Я помещу всего-то навсего H1 заголовок И в нем напишу Main.page А в файле contact Я помещу например H1 Напишу здесь А принципиально что Принципиально что У меня фонт Это PHP Main.php Расширение PHP да Но еще есть Инк Для подключения Потому что PHP Привыкайте к правилу Работаем на PHP И используем расширение PHP Мы эти файлы будем подключать Даже если мы там не прописываем PHP Я вам скажу Что мы будем В таких файлах Прописывать PHP На 100% Это пока мы Только знакомимся Мы сейчас это все Будем изменять Ну сейчас первое знакомство Первое впечатление Мы должны построить Какую-то картину О том как это работает Пока мы делаем Простой пример Ну я же не буду Сразу вас приводить На Ну допустим Вы учились кататься На велосипеде Я вам скажу Едьте И уйду Понятно? Так будет неправильно Так? Я сначала буду вам Помогать держаться Не давать вам Сложные задачи Потом толкну Да А потом подтолкну Чтоб ехали быстрее Ну так вот Здесь H1 мы сделаем Ну сделаем Не знаю Что здесь D DT Хон Там Это не O Это O DT D 066 777 808 99 Пойдет Может TD А не ДТ ДТ Data list Data term Data description А вы часто используете Такие теги Что? А вы часто используете? Я использую для всех форм Например Dictionary list Называется Список определений Ну это список А то есть это аналог Увлит? Не аналог Это другой список Ну Dictionary list Так Пока что Здесь я ничего не менял Поэтому туда ничего У нас и не грузится Да? Вот такие две странички Я заготовил Теперь что я буду делать А значит смотрите Я вам сказал что Переменная dollar get Да? То есть массив Massive dollar get У нас в себе содержит Данные get запроса Давайте мы сделаем что? Мы сделаем вот здесь вот Принтер И выведем dollar get Посмотрим что в нем Пока что я все лишнее удалю Чтобы мне ничего не мешало Да? Вот так вот Так JavaScript можно создать Зачем можно JavaScript? Ну чтобы get поставил Или запрос создать Не надо нам создавать Аяк запрос сейчас Вы торопитесь Чтобы послать get запрос Нам достаточно написать Вот здесь вот Вы же помните что такое Get запрос? Ну вот Вот вам простейший вариант Get запроса Я его послал своими руками То есть мы видим что В ключ page поместилось индекс Например я здесь напишу еще И GG равняется HH Видите здесь два ключа появилось Да? И у каждого свое значение То есть все что я здесь послал Автоматически пришло в массив get Так? Это удобно Мы будем пользоваться только переменной page И по ее значению И по ее значению Определять какую страницу нам нужно открыть Значит что я сделаю Я сделаю вот так вот Переменная page у меня будет Которая будет равна Dollar get С ключом page Но если я сделаю так А переменную не пришлю Да? Вот таким вот образом У меня ошибка Да? Вы видите? Undefined index Чтобы такого не было Я сделаю простую И очень нехитрую вещь Я вот тут ставлю собаку Видим ошибки нет Да? Да То есть Подавил ошибку Связанную с необъявленной переменой И теперь момент Я делаю Вот так вот Page равняется Empty Page Если page пустая Тогда мы считаем Что мы используем main А иначе Иначе мы используем page Который нам пришел Понятна концепция тут? Теперь дальше Что? Который мы отправим Вот здесь В запросе А дальше мы сейчас логику сделаем То есть Это пока мы самопеременную получили Здесь я разверну HTML Вот такую часть Сделаю здесь Например Header Напишу в нем Большой h1 Напишу в нем Hello world Здравствуй PHP сайт Так Потом я внизу Сделаю Футер Напишу в нем Что это Футер Да Вот здесь В хидере Добавлю Nav В него Запихну U В него Запихну Лишки Этих Лишки будет Две А в них будут Ашки Вот таким вот образом Ашки я сделаю Какие Слэш То есть Корневой адрес Знак вопроса Page равняется Main И это будет Main И здесь будет Соответственно Слэш Знак вопроса Get запрос Просто адреса запросов Я пишу Page Так раньше делали Это был самый популярный способ Когда-то Сейчас так уже не делают Да А сейчас делают MVC Делают грамотную маршрутизацию Об этом тоже узнаем Все поэтапно Сначала простое А потом сложное Да Page равняется Ну и здесь будет Contact Ну и здесь мы напишем Соответственно Contact Вот здесь по центру Я сделаю что Я здесь сделаю Разрыв на php код Нет я не буду здесь Делать разрыв Я сказал что буду Приучать писать хорошо Поэтому буду писать Приучать хорошо Соответственно Смотрите Изначально у меня Будет так $file Равняется 404.php Давайте я его здесь Сразу сделаю Угадайте что у меня В нем будет В нем будет просто H1 404 Пойдет Это обработка ошибок Страница ошибки То есть видите Я сначала присвоил Павлу 404.php И теперь я делаю так Если Наш page Равен Main Так Тогда Наш файл Равен Какому Main php Где? Ни в коем случае Если мы тут Напишем Слэш У нас будут проблемы Потом Сейчас объясню почему В смысле Мы просто переменную Записываем Имя файла А как мы его вставляем? Мы еще его не вставляем Если страница у нас Contacts То есть если мы перешли вот сюда Тогда файл у нас какой? Contacts.php И что я сделаю вот здесь А здесь я сделаю вот так php Include File Подключает файл Целеком подставляет его в данную точку Грубо говоря Ну это путь к файлу Include возле него пишется путь к файлу Сюда можно строкой указать Например там main php А мы так переменную берем И он будет использовать переменную Но это же они Если находятся на уровне С нашим Ну в этом В этой ситуации да А сейчас разберем Как писать более полный путь Дело в том Что он требует полного пути Включая жесткий диск C2.slash Слэш И так далее Поехали Как видите мы менюшку Вот эту вот писали только в одном файле Да А вот это писали в других Центральную часть И в зависимости от значения вот этой переменной Центральная часть у нас загружается разная Правильно? При этом То есть сама страница у нас уже сформирована Как вы видите Полностью Ну давайте чтобы наверняка Я вот так вот сделаю обновить Вы видите что у меня загрузилась Мейн пейдж То есть сюда загрузились данные Из файла Мейн.php Если же я попробую неправильное значение сюда вписать Какое-нибудь свое Привет 404 Да? То есть вот эта часть То что написано в этой точке Определяется В зависимости от значения get переменной Так а как оно Мы только Мейн.php Или дали с расширением Как оно понимает Что именно в этой папке Оно ищет в текущей Если не указать Здесь что полный путь То ищет в текущей А как полный А как указать полный Правильный вопрос Значит смотрите В переменной доллар нижнее подчеркивание сервер Есть константа Которая называется DocumentRoot Это корневая папка сервера В нашем случае CXAMP7HTDOCS Я могу сделать вот здесь Эхо И вывести ее сверху Не совсем в правильном месте Ну ладно Видим? То есть это корневая папка Нашего сайта Заканчивается без слэша Обратите внимание Это важный момент Поэтому надо будет слэш И правильно делать И всегда так нужно делать Вот сюда Подставив сначала DocumentRoot Потом к нему приклеить SlashMain Это если мы будем подключать файл А если ее сохранить Какую-то переменную Естественно писать вот такой DocumentRoot Да, неудобно Правда? Поэтому есть такая классика Прям уже классика на самом деле Define Докрут Объявление константы А мы можем Конст написать? Можем Но классика такая Вообще В PHP чаще используют Define Ну смотрите как Define Используют Если это в самом скрипте Объявлено А конст Используют Если объявляют Внутри класса Обычно вот так Здесь я так понимаю Здесь идет Склеивание Именно значений Все держится На значениях А не на переменах Да Слэш Да, слэш не добавил А если будет еще одна папка Ну если Ну корневую обычно делают А дальше ее пользуются Ну сюда бы написали папку И все Слэш папка Слэш файл А если она Динамически может меняться? В смысле? Ну если у нас эти файлы Они уникальные А вот на каких они уровнях Могут Ну Зачем? Я просто не вижу смысла в этом Ну Не работает Мы можем хранить информацию О том Где они лежат В базе данных Обычно так и делают То есть Если вы имеете ввиду Загрузку файлов на сервер Тогда мы в базе делаем запись О том где лежат файлы И выбираем об этом информацию Из базы потом Давайте проверим Что этот код будет работать Все так же Это вот так вот нужно Все каждый файл Подписывать Для каждого случая Или так В смысле для каждого случая Ну В общем Подождите Забегаете сильно Я говорю Дальше будет MVC Там все гораздо интереснее На самом деле То есть Вот этот вот момент Это не лучшая Реализация данной задачи Я вам честно Это говорю Сразу Чтобы вы не думали Что вот так сейчас делают Давайте банально Откроем статью И я вам покажу Классическую статью Про MVC на PHP Это мне очень нравится Просто MVC На Примере сайта Да Визит Очень хорошая статья Просто На хабре Вот она И мы в нее полистаем 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 О Приблизительный код обработки В таком случае Примерно то что мы сделали Да Думаю почти все так раньше делали Читаете фразу Да Ключевое слово здесь Раньше А как делают сейчас А как делают сейчас Создают файли К htaccess За счет которого Все запросы Шруруют на индекс PHP И делают что-то Вот такого типа Ого Да Поэтому я и говорю Мы наперед забегать не будем Вот это мы обязательно напишем И будем понимать Как это работает То есть Писать то что мы не понимаем Мы не будем Ну я сделаю чуть по другому Мне эта реализация Она очень хороша Для того чтобы просто разобраться Что такое MVC Но как реальная реализация проекта Она очень не хороша Поэтому Я один раз Хотя посмотрю Я подумаю Как лучше сделать Либо я покажу сразу правильную Либо мы начнем с этой Посмотрим Как лучше поступить Ну если что Эту вы и сами прочитаете И без меня Я думаю Если захотите Так Тут какие-то вопросы есть Из того что я сейчас написал Никаких Постичь надо А я хочу показать Значит следующий момент Я здесь сделаю новую Директорию Назову ее Pages В директорию Пages Я закину Contact PHP Закину в нее Main PHP Ну то есть Чуть структурирую Наш проект И 404 Кроме Dogroot Я еще одну подобную Константу Сделаю Для удобства Сугубо Которую Назову Page Path Это что такое У нас По большому счету Это Dogroot Которому Мы приклеили Page Slash Я кстати Когда делаю Dogroot И вам рекомендую Так делать Это очень удобно Сюда сразу Слэш доклеиваю Здесь Да Здесь уже не надо Ну и соответственно Здесь тоже Уже слэши Будут мне не нужны И вместо Dogroot Я здесь пропишу Как вы думаете Что Page Path Правильно Конечно Подсказывает Причем Здесь Подсказки Вам помогать Будут гораздо Больше Чем В javascript Здесь Синдекс Чуть Более Строгий Во многом И поэтому Его легче Предугадать А нет Допустим Пагина Которые Описывают Знаете Там Наводишь На функцию И он сразу А это Зависит От того Есть ли функция Документация Но Собственно Говоря PHP Storm Уже Так умеет То есть Если мы Наведем На нее Параметры Здесь Не хочет Да Ctrl P Это Параметры Если Есть Документация Но Здесь К этому Нет Ко Многим Вещам Мы Можем Сами Писать В PHP Документацию Об этом Тоже Позже Будем Рассматривать Особенно К методам Класса Это Можно Делать Так То есть Теперь Я Сделал Что Я Их Разместил В отдельной Папке Но Это Не Все Я Хочу Здесь Сделать Еще Одну Страничку Сейчас New PHP Файл Я ее Назову Gallery Gallery PHP В ней Я напишу Вот так Файл Может Возвращать Что-то Тогда При Include Мы можем Include Присвоить Переменную Понятно Я буду Возвращать Массив Массив URL Для Картинок Как вы Думаете Что я Ищу Как всегда Я буду Открывать В полном Размере Сразу Я думаю Нам Трех Котов Хватит Копирую В виде Строки Сюда Вставляю Второй Элемент Массива Давайте Не обязательно Я же вам Показал Что есть Два Варианта Есть Просто Массив А есть Массив Ключзначения Безопасный Сайт Для Котов Безопасный Сайт Для Котов Ну Я Знаю Что Я Тебе Зачем Так Этот Тоже Ничего Неважно На самом деле Все Мы Сделали Вот Такой Массив С Котами В отдельном Файле Я его В Галере Написал Виноват Вырежу Здесь Создам Директорию Назову Ее Лип Я ее Назову Пока Вот так Лип Здесь Создам Новый PHP Файл Вот В нем Как раз Будет Этот Ретер Видите Здесь Вообще HTML Кода Даже Нет Теперь На Индексе Я Чуть Сделаю Правку Какую Я добавлю Здесь Обработку Страницы То есть Если Наш Пейдж Равен Cat Будет Вот так Тогда У меня Здесь Чуть Будет Больше Тогда У меня Будет Файл Равен Да Галере PHP Так Я его Назову Здесь Тогда У нас Файл Будет Называться Галере PHP И Мы Сразу Сделаем Следующее Cats Равняется Include И Подключаем Doc Root Lib Cats PHP Ctrl Пробел Если Что Я Нажал Только В 11 А Я Могу Как Угодно Еще Здесь Не Сделал Ссылку Как Напишу Здесь Так И Будет Здесь Какая Разница Я Просто Здесь Напишу Cat Это Вот Тут Важно Cats Потому Что Я Конкретный Файл Подключаю 13 Я Беру Переменную И записываю В нее Результат Include Файла Include Подключает Файл Еще Раз Галере PHP Да Открой Пустой Вот Cats PHP Я Сделал Вот Массив Наш Return Вы Видите В файле Есть Return Что Здесь Будет Сама Галерея Выводиться Так Это Просто Массив Объясняю Это Наш Массив Просто Данные А Здесь Мы Будем Выводить А Это Будет Наш Вид Это Грубо Говоря Наша Модель Вот Это Грубо Говоря Наш Контроллер На самом Деле Очень Грубо А Вот Это Наш View Пока Еще Не Описано Сейчас Будет Да Грубо Говоря Зачем Нам Этот Сам Докрус А Это Констант Да Так Тогда Слэф Я Уже Добавил Его Туда Заранее То есть Я Подключаю Файл В нем Ретурн Поэтому Мы можем Подключенный Файл Присвоить Переменной И то Что Файл Ретурн То Запишется В эту Переменную Понятно То есть Грубо говоря Файл Ведет себя Как Функция Может Вести Да Тогда При Инклуде Он Вернет То Что В Ретурн Вот Такая Ситуация То есть Я Сюда Записал По сути Массив Хранящийся В том Файле В смысле Да Не важно В каком Порядке Я же Просто Записал Это Как Переменную А Мы Еще Его Не Используем Вы Спешите Сразу Я же Еще Не Сказал Где Мы Будем Использовать Вы Задаете Вопрос Почему Здесь Пусто Потому Здесь И Пусто Что Мы Сюда Еще Ничего Не Написали Ну так Вот Кэтс Это Массив Котов Правильно Для Страницы Кэт Так Я Кстати Вот Здесь Не Написал Что Это У На данный Момент Я Пока Здесь Сделаю Очень Просто Я Здесь Напишу Вардам Доллар Кэтс Кэтс Вардам Доллар Кэтс Примерно Так Вот Сюрпрайз Не Будет Пейдж Галери А у нас Там Наверное Пейдж С Да Я Здесь Букву С Потерял Как Видите Наш Массив Котов Как Он Его Видит Почему Он Его Видит Как Я Сказал Файл Подключается Прямо Сюда Правильно Вот Include Файл То есть Кэтс Кэтс Подключится Здесь А переменная Создана Выше Правильно То есть Мы в галерее Сейчас Напишем По сути Что Мы здесь Напишем ForEach Знакомимся Сразу С этим Циклом ForEach Пишется Так Массив В нашем Случа Кэтс As То Что Будет Ключом Например И Стрелочка То Что Будет Значением Url Так Я буду Использовать Синдекс С Заводиточием Здесь И соответственно Закрывающий And ForEach В таком Случае А здесь Я буду Выводить Картинку Как я буду Выводить Картинку Вот так Самым Ленивым Образом Inge Сюда Выводим Соответственно Url Правильно Alt У нас Будет Такой Cat А после Слова Cat Ишка Да Я буду Выводить Ишку Пойдет Не порядковый номер А индекс То есть И будет попадать Индекс А в url Будут попадать Значения То есть А если бы Полная версия была Мы бы писали Переменная S Равно Переменная Url Что? Мы сейчас Написали Сокращенную версию В второй строке В смысле Сокращенную В строке А Мы бы Если бы Вот так Вот Если бы Хотите Полную Вот полная Точку Запятой В конце Не ставим Я сказал Еще Просто Вывод Это просто Эхо Да То есть Это просто Сразу Что бы Эхо Написать Кратко То есть Вот такая Вот форма Давайте Проверим А Эм Вот они Придумали Для Вот Эти Все Корлюти Вы имеете Ввиду PHP? Да Нет Ну Их писать Достаточно Быстро PHP Storm Много Подсказывает Поэтому К этому Достаточно Несложно Привыкнуть Еще раз Расскажите Первую Цикл Понятно Название Массив Ас То что Будет Ключом Помните Как For In Это Эквивалентно И In Cat Но еще И переменная Для Значения Добавляется То есть Мы все Значения Обзываем URL Да То есть По очереди То есть Туда будет по очереди Вкладать Значения Вы помните Как в JavaScript Был .for Each Метод Да Вы туда Передавали Index Да Туда Приходил И Значение Value Вот так же И здесь Index И Значение А URL Обзываются Все Значения Значения Да И Потом Обращаемся Ну Я же могу Назвать Просто Например В То есть Мы название Сами Выбираем Как нам Удобно И потом К ним Обращаемся Да А потом К ним Обращаемся Как к элементам Это Переменная Да Конечно То есть В нее Поочередно Будут Помещаться Все Значения Нашего Массива А в Переменную И Будут Сейчас Все Ключи Очень Часто Делают Переменную Key Ну Так Тоже Принято Если Нас Кстати Номера Не Интересуют Можно Просто Писать As URL Все Чисто Значения Чисто Значения Будут Ну Так Я Специально Чтобы сюда И написать Кэт Ит Так Верну Здесь И Дальше Я здесь Задам Атрибут Витс Просто Чтобы Они Не Были Такими Большими А что Такие Кэт Подсвечивать Это Живка Значит Правда Это Значит Что Он Не Знает Что Такое Кэт Ну Логично В этом Файле Кэт Не Объявлен В смысле То есть Он Иногда Может Что Что Да Ну Мне Лень Стайл Писать Я Сказал Просто Для Этот Сам Для Того Чтобы Сейчас Быстренько Сделать Потому Что У нас Время На самом Деле Вышло Вы Считаете Поэтому Вот Какой У нас Есть Результат Проверки Делаются Заранее Обычно То есть Обычно Вьюшка Допускает Циклы Условия Уровня Вывести Не Вывести И Цикл Уровня Перебрать То Что Вывести И Собственно Говоря Сами Директивы Вывода Обычно Вот В html Больше Ничего Не Пишут Вся Логика Должна Быть Сделана Заранее На самом Деле Я Даже Скажу Вам Здесь Сделаю Еще Один Файлик New php Файл Назову его template php И То Что У меня Было В Индексе Ниже Чем Основной Код Логики Я Сделаю Ctrl X И Перемещу Вот Сюда И Здесь Просто Напишу Include template php Подключить Подключить Вот Прямо В эту Точку Ставить Содержимое Файла Грубо Говорю И Теперь Мы Отделили Логику От Отображения По Настоящему Как Это Нужно Делать А Как Они Потом Добавляют Именно Туда Что Ну Так У нас Здесь Переменная Объявлена Файл Она Здесь Доступна И Подключается Именно Этот Файл Просто Include 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 Да Вот Это Логика Как У нас Осуществляется Работа С файлами Структура Как Строится Include Template Подключается В самом конце Вопрос Что Подключает Если вас Не слышим Можно Это Можно Сказать Можно Выкладывать На Хост Ну Это У нас Свой Хостинг Вот Это Наша Бабка Htdocs Это Эквивалент Хостинга Абсолютный Ну Да Со своими IP Сто Да IP Зависит От Машины Конкретной Что Оно Будет Работать Вот Так же Этот Сайт Полноценно Файл Индекс Html Загружаем И Оно Само Знает Что Куда IP зависит От Сети Которые Подключены Ну Я не знаю От Машины В том числе Если в одной Сети Несколько Машин У них Разные Адрес Нет У них Маки Будут Разные А Сейчас Внешний Да Внешний У роутера Есть Потому Что У роутера Выдается И все А так Сбишники Конечно Если Это С разной Точки Подключены То Понятно Разные Так Домашнее Задание Будет Для начала Повторить И Попробовать Сделать Страницу Просмотра Одного Кота Так У нас Тут Целых Три Уже Так Я же Говорю Идея В чем То есть Чтобы У вас Коты Были Ссылками По Переходу На Эту Ссылку У вас Быслаться Гэт Запрос Вида Пейдж Равняется Шоу Кэт Индекс Равняется Такой То Какой он В массиве Какой у него Индекс Да А на той Странице В зависимости От того Какой Индекс Кота Пришел Того Кота И отображать В ссылке Писать Какой Индекс Правильно Да Ну В Гэт Ссылки Шоу Кэт Один Шоу Кэт Два Да Ну Один Кот Одна Страничка Ну На самом Деле Мы Делаем Только Одну Страничку Для Котов То Вообще Одна Она у нас Еще Появится И все Одна Страница Которая Может показать Любого Кота Люблю Да А конкретный Кот Будет Выбираться Из Ну Не Темплейт А Пейдж Еще Один Пейдж Добавится Непонятно Да Не Понятно Но Не Совсем Ну Я Делаю Подсказку Для Вас Только Вот Здесь В Галере Страницу Я Создавать За Вас Не Буду Я Здесь Сделаю Ашку У Ашки Сделаю Ссылку вида Слэш Знак Вопроса Пейдж Равняется Шоу И Кэт Айди Равняется И То есть Вот таким Вот образом Я Вывожу Самое Понятное А Теперь Когда Я Не Делаю Страницу А Теперь Когда Я Зайду В Индекс Я Сделаю Проверку Если Моя Страница Равна Чему Просто Шоу Да Я Назвал По Моему Шоу Не Не То Переменная То Здесь У меня Доступно Что Это Иди Я Пока Не Делаю Я Просто Здесь Сделаю Вот Так Вот Я Здесь Сделаю War Dump $G Для Начало А Потом А У 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 Я точно так же могу загрузить массив И элемент массива по индексу я получить могу Логично И значит я знаю какого кота нужно вывести на данной странице А дальше я делать не буду Потому что это уже работа для вас